Всем привет! Сегодня расскажу о нескольких дополнениях к программе iboot для создания мультизагрузочных флешек. Оказалась тема весьма актуальной, за 6 дней я просмотрела более тысячи человек. У меня был интересный диалог с самим автором этой программы. По-турецки я читать не умею, но пишется оно вот так. В конце концов, что у меня не получалось. Когда я пробовал запустить саму программу, скачанную вот отсюда, то у меня примерно получалась вот такая вот штучка. Посмотрите. Я нажимал, назначав программы, и вместо него видела вот такую вот штучку. Ну и плюс сама надпись тут была на турецком языке. Ничего я сделать не мог и написал об этом автору. Он мне ответил, что вам нужно пойти открыть управление диском и выбрать диски F и J и убрать из них пути. Значит, делается так. Правой кнопкой мышки, вот диск менеджмент, и здесь, значит, программа показывает управление дисками. Вот у меня, значит, сейчас стоит на диске 3. Вот эти диски у меня были F и G, вот если на них нажать и открыть Change Drive Letters и так далее, то появлялась опция, значит, удалить, вот, Remove. Ну, поскольку я это уже сделал, значит, я вам просто показываю. Когда я, значит, эти пути поудалял, тогда у меня программа сама стала, скажем так, нормально запускаться. Я скачал вот последнюю версию, и вместо того, что вот то, что только что вы видели, значит, она, видите, нормально запускается, ну, меняете язык на английский, значит, ну, я поставил себе формат на 32, в принципе, меня это, все это дело устраивает. Ну, можно нажать на ОК, можно нажать на Auto Partition. Я, вот, выбирал только FAT32, FAT32, значит, и нажимал на ОК, все. И у меня, значит, программа начинала форматировать мою флешку, ну, вот я сейчас вставил флешку на 4 гигабайта, абсолютно крохотулечную, значит, ну, как видите, программа работает нормально. То есть, уже не нужно брать этот файл упакованный в семерку Z, и его, значит, распаковывать на саму флешку. То есть, сама вот эта программа, которую, значит, вы скачаете вот отсюда, она начинает работать. А у меня она по началу, ну, никак не хотела работать, вот хоть ты что. Вот такая вот была штука. Вот, еще раз повторяю. Видите, что только я там не делал, какие там кнопочки не нажимал, а вот не хотела она, как говорится, загружаться и все, потому что не были удалены, значит, все вот эти вот пути, которые, значит, были указаны. Поэтому, значит, у кого что-то не получается, значит, я вам еще раз всем рекомендую обратись вот сюда, правой кнопкой мышки нажать, выбрать диск менеджмент, и, значит, вот от этих вот друзей изменить там драйв леда пути, выбрать этот путь, убрать его удалить, и все у вас будет, как говорится, работать нормально. Вот таким вот образом. Дальше, в последнюю версию программы автор ставил тоже одну очень такую хорошую и интересную функцию, сейчас я вам ее покажу. Значит, называется она, ну, была встроена, значит, функция создать свой собственный изообраз, то есть вот у вас размер вашей флешки может быть там и 32, там и 64 гигабайта, но она вам будет создавать именно изообраз только того, что на ней находится, а все остальное пространство вы сможете, как говорится, использовать по своему усмотрению. Вот здесь в языке выбираете русский, ну, здесь вот, групп 2, видите, напишет уже установлен загрузчик, групп 2, так, значит, дальше в настройках, вот посмотрите, язык для загрузочного меню, выбираете русский, shift, ну, допустим, выберем большой, картинку, ну, я люблю люблю картиночку выбирать, скажем так, ту, которая мне нравится, мне нравится, скажем так, однотонная картиночка, вот эта, она не напрягает. Настройки сохранены. Если я сейчас зайду в редактор меню, видите, у меня еще в меню пока ничего нет. Значит, затем, к примеру, я иду в настройках, проверяю управление разделами, вот, активный раздел у меня стоит, то есть, все нормально. Так вот, автор, значит, может сделать такую штучку, создать изообраз из всего того, что вы на флешку поставите, и когда вы создадите этот изообраз, можно ее протестировать, ну, так же, как вот в программе, про которую я говорил, RMP. То есть, вот, если вы пойдете, допустим, в интеграцию, там, вы выберете, там, пакет, например, ну, там, DOS программы, можно выбрать даже автоматически определять, пойдете, там, вот, я, допустим, пойду сюда, и ставлю, допустим, один пробничок. Вот я его поставлю, он абсолютно крошечный, ставится моментально. Ну, и поставлю еще другой пробничок, он немножечко побольше, тоже очень хороший. Вот, я его поставил. И теперь, значит, ну, могу я еще поставить там какой-нибудь там Linux, например, тоже напишу автоматически, посмотрим, я тут вот напишу Arch Linux. Ну, вот, решили, например, мы поставить Arch Linux. Значит, ну что, значит, пошла, значит, установка Arch Linux на флешку. Как видите, идет она довольно-таки бойко. Пока, значит, она идет, значит, ну, я вам так скажу, что автор оказался человеком, скажем так, очень таким обязательным, отзывчивым. И на все, значит, мои вопросы, вот, когда я ему прислал, что у меня вот этот вот баг был, что не хотела там флешка там грузиться и так далее, вот, он мне тут же вот выдавал, значит, вот эти вот советы, что там открыть диск, управление дисками, значит, поубирать там, значит, из них вот эти вот пути, которые, значит, у меня не работали, и потом, значит, вот написал, что в последней, значит, версии вот туда добавил еще программу для просмотра содержимого флешки, значит, для проверки изообраза. Вот. Вот, допустим, смотрите, все готово, да? Вот, например, идете на главную. Я сейчас могу флешку, вот, саму флешку я сейчас могу проверить программкой РМП. Вот я на нее нажимаю, появляется у меня вот такая вот красавица с такой вот менюшкой. И видите, да, две программы, одна поисковик, другая, там, значит, установка, значит, там, линукса, и нет проблем. У автора, значит, вот, что он сделал, значит, в инструментах, вот, пожалуйста, создать изообраз. Выберите, значит, куда сохранить файл изо. Да куда-куда? Да вот, на рабочий стол я, только я уберу название, что DVD, потому что у меня просто iBoot, допустим. Вот. Здесь тоже уберу две буковки, значит, буковки DVD. Вот. И программа, значит, тут же начинает моментально создавать изообраз созданной флешки. И здесь, значит, очень важно, значит, вот, важен такой момент, как я говорил, что, да хоть на 100 гигабайт у вас будет флешка, но она создаст изообраз только такого размера, который, значит, занимает установленные на нее программы. Вот. Это очень важно. То есть, если программа DD в линуксе, она создает готовые копии, то вот посмотрите, размер, значит, у меня флешки 4 гигабайта. А, значит, здесь, значит, видите, всего, значит, занято 660 мегабайт. Все. Значит, что мы можем делать? Вот, давайте сюда посмотрим. Оставшееся пространство, вот флешка iBot, видите, 3,7 гигабайта, там, и 3 практически свободно. То есть, вы здесь можете, значит, сделать там какую-то там свою папочку, там обозвать, я не знаю, там, как угодно, допустим, назвать там, допустим, дата. Вот. И туда вкладывать на оставшееся пространство, там, до 3 гигабайта различные свои данные. Вот о чем я говорю. Значит, дальше он пишет протестировать. Вот, пожалуйста, идем на протестировать. изофайл. Вот этот изофайл. Вот открываем. И вот, опять-таки, его программа позволяет тут же и протестировать изообраз, созданный этой программой. Значит, ну, что я могу сказать? Значит, эта программа во многом заменяет и программу Yumi, которая у меня в моей сборке, созданной программой SystemBug, перестала, значит, загружать. И практически во многом является очень серьезным конкурентом для Rufus. Значит, ну, что, значит, хочется поблагодарить автора из Турции. Значит, ну, я, конечно, очень прошу прощения за свое незнание, как, значит, там его звать, величать. Вот так вот это дело пишется по-турецки. Вот. Ну, автор, значит, человек очень отзывчивый. Значит, практически там все рекомендации, значит, которые он там давал, я пытался, значит, им следовать там, выполнять. И практически все оно сейчас работает нормально. Поэтому, значит, вот, если у кого-то какие-то там будут затыки с этой программой, значит, ну, я вам могу только порекомендовать, что, значит, вот воспользуйтесь тем о том, что я вам рассказал. И думаю, что большинство, значит, ваших там проблем, значит, вот по типу такого, они просто-напросто будут сняты. Вот и все. Ну, ладно, желаю вам всего доброго. До новых встреч. А так, для пользователей, которые хотят поместить на свою флешку сразу несколько там различных операционных систем, их изообразы. Вот такая вот есть чуденькая программа. Ну, и еще раз, вот, пойду вот сюда. Вот, посмотрите, называется она ayaboot.com. В ней, значит, есть раздел вот загрузки. И в загрузках, вот, скачивайте этот файлик. Не получится его установить, ну, тогда вот можете, как говорится, уже на флешку, значит, распаковывать вот этот файлик в формате 7.z. И, как в предыдущем, значит, видеоуроке, рассказывал, делайте там все под тем, как говорится, советом. А так, вот такая вот штучка. То есть, у меня вначале вот не пошла ayaboot, ни в какую не хотел ничего, как говорится, там открываться файлик и так далее. Но, когда я убирал ненужные пути управления дисками, все у меня, как говорится, заработало нормально. Ну, ладно, значит, желаю вам всего самого доброго, всяческих успехов, удач и до новых встреч.